всем привет добро пожаловать на мой вязальный канал и с вами я светлана в этом видео я предлагаю вам вместе со мной связать бабушкин квадрат но бабушкин квадрат чтобы состоял не из одного цвета а состоял из двух или более цветов это будет выглядеть приблизительно вот так я уже связала несколько квадратиков даже их соединила между собой и вот они когда меняешь цвет в разных рядах будут иметь вот такой вот вид здесь двухцветный здесь трехцветные здесь серединка одного цвета пошло по-другому здесь наоборот ну в общем в зависимости как сменить цвет какой цвет так и квадрат будет выглядеть так вязать будем по схеме такой же как и вот этот вот квадратик только будем менять цвета вязать я буду из пряжи это у меня остатки пряжи ну вот это не остаток это как бы пряжи достаточно у меня вот это остаток пряжи вот это это остатки пряжи вот бабушкин квадрат хорош тем что в него можно использовать все остатки пряжи и даже не важно какой толщины это пряжа ну естественно конечно чтобы не сильно большой разброс был в толщине не так что 100 метров и 500 метров на 100 грамм да то есть ну приблизительно подходящие по толщине там плюс минус 50 метров на 100 грамм и получится все замечательно у меня приблизительно получается где-то в районе 300 метров на 100 грамм пряжи такой вот метраж крючок буду использовать номер четыре ну как бы это все зависит от того какой вы хотите получить квадратик более плотный или же более такой вот мягенький и пластичный смотря для каких изделий опять же таки повторюсь что из бабушкиного квадрата можно связать абсолютно все абсолютно любое изделие будь то предметы интерьера будь то какие-то плечевые изделия или же аксессуары поэтому применение его разнообразно и вот можно даже разнообразить вот одноцветные это одно будет изделие а многоцветные это будет совершенно другое их можно даже перемешивать в общем все зависит от вашей фантазии то как вы хотите это все дело оформить ну приступим схема у нас тоже набираем цепочку из 5 воздушных петель цепочку эту закрываем замыкаем в круг по 2 петли подъема воздушная петля и в этот круг из цепочки вяжем столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом и так чередуем столбик с накидом воздушная петля до тех пор пока у нас в этом кружочке из цепочки воздушной 5 воздушных петель не образуется 11 столбиков с накидом связалась у меня тут 11 столбиков с накидом дальше воздушная петля и делаю соединительный а соединительную петлю во вторую петлю соединительный столбик во вторую петлю петель подъема я хочу связать еще один ряд этим же цветом поэтому я менять цвет пока не буду если бы я меняла цвет я провела бы немножко другую манипуляцию пока же я вяжу этим цветом значит перебираю соединительным столбиком под арочку из одной воздушной петли и начинаю вязать второй ряд 2 петли подъема и в это же арочку из воздушной петли я вяжу столбик с одним накидом воздушная петля следующую вот воздушную петлю арочку из нее я вяжу два столбика с одним накидом вот под одну воздушная петля опять два столбика следующую арочку два столбика с одним накидом воздушная петля в следующую арочку два столбика с одним накидом воздушная петля и так до конца ряда вот я закончила круговой ряд связала из-под арочки два столбика с одним накидом воздушная петля и должна соединиться соединительным столбиком во вторую петлю подъема я в этом ряду следующем в третьем хочу сменить цвет нити но так как мы перебираемся соединительными столбиками с вот этого вот места в эту арочку то я смену нити проделаю чуть позже но если бы мы не перебирались как в некоторых бабушкиных квадратах и вообще в некоторых мотивах часто бывает что вот соединяешься в эту петелечку из этой петелечки уже вяжешь следующий ряд поэтому я сейчас показываю как было бы если бы мы не перебирались соединительными столбиками а сразу вязали бы нам нужно сменить нить если мы сделаем вот таким вот образом вот соединительным столбиком да и потом прицепимся к этой ниточки новой ниточкой будем вязать вот эта петля будет видна в следующем ряду она будет очень сильно выбиваться поэтому чтобы этой петли не было видно мы уже соединительный столбик делаем нитью того цвета которого мы будем вязать независимо будь то вязание круга квадрата или же это вообще обычное вязание крючком смену нити делают именно вот так то есть уже новую петелечку следующего ряда мы делаем другим цветом то есть вот мы сделали новую петелечку тут подтянуть естественно нужно делаем примеру петли подъема да там но это я образно да и пошли мы вязать соответственно это подтяну ниточку чтобы видно было хорошо соответственно вот никаких петелечек ничего тут не выбивается то есть новый ряд это показать новый ряд начинается с нового цвета и все хорошо если же бы мы сделали соединительную петельку соединительный столбик этой вот ниточкой прошлой до старой то есть вот этой вот вот у нас петель куда и теперь мы примеру присоединяемся новым цветом это я просто вот как в общем показываю то есть не в этом случае который у меня до соединились новым цветом и пиши пошли вязать себе вязать то вот это вот петелька которой мы соединились она будет очень сильно делать ну выбиваться и делать ступеньку вот она а нам эта ступенька не нужно чтоб ее не было мы сразу же делаем соединительную петельку следующим цвет но в моем случае в моем случае я перебираюсь соединительными столбиками вот сюда то есть я не с этой петелечки вижу да сразу вот сюда перебираюсь соответственно я делаю соединительный столбик этим цветом а уже соединительный столбик замыкания в круг этим цветом а уже соединительные столбики для того чтобы перебраться в эту петлю я делаю уже другим цветом и перебираюсь уже соединительными столбиками чтобы вот это вот голубая нитка светло-голубая не выглядывала вот перебралась и уже начинаю вязать следующий ряд новым цветом вяжу две петли подъема столбик с накидом воздушная петля и в следующую арочку из под одной воздуш из одной воздушной петли мы делаем 3 столбика с одним накидом воздушная петля в следующую арочку три столбика с одним накидом воздушная петля опять группа из 3 столбиков с одним накидом из под арочки из одной воздушной петли так вяжем до конца ряда вот я связала последнюю арочку и здесь вот как мы помним по схеме здесь две получается как бы до 2 столбика 1 столбики 1 петли подъема но они заменяют столбик нам нужно сюда еще один провязать столбик делаем воздушную петлю и сюда провязываем столбик с одним накидом и соединяемся соединительным столбиком во вторую петлю подъема здесь я тоже буду менять цвет почему я потому что я делаю в данном изделии я делаю фун вот этим молочно-белым цветом соответственно это уже будет последний ряд и в этом последнем ряду я буду делать присоединение уже в процессе вязания присоединения к вот этой вот ленте этого вот мотива присоединять буду к этой ленте это уже будет один из методов присоединения я знаю три метода присоединения мотивов этих бабушкиных квадратов но это неважно бабушкин квадрат или это какой-то другой мотив в принципе способ присоединения смысл этого способа присоединение один и тот же можно присоединить крючком можно сшить иглой можно присоединить крючком в процессе вязания мотивов то есть последнем ряду когда вяжешь этот мотив можно присоединить крючком уже в процессе обвязывания то есть уже мотивы готовы и их обвязывают и присоединяют можно сшить крючком как сшивают изделия и можно сшить иглой ну как сшивают изделия которые вязаные трикотажные до крючком сшивают и можно сшить иглой эти методы я вам сейчас все покажу сейчас вот мы свяжем этот мотив и потом уже на примере этого мотива я вам покажу как я присоединяю к этой ленте и потом на примере других мотивов я покажу как сшивать крючком я делаю как как я делаю как я сшиваю крючком и как я сшиваю иглой эти мотивы но приступим мы к вязанию последнего ряда эти нити которые уже в общем то нам не нужны нам нужно отрезать не только мешают эти моточки клубочки ниточки я прячу кто ввязывает эти нити я не называю их я их оставляю а потом вот эти вот нитки я прячу в тело столбика то есть вот у нас тело столбика да вот вот она вот она вот это тело столбика и я не иголочка втягиваю в иголочку и втягиваю вот в тело столбика и от зигзагообразно прячу если ввязывать она вот здесь проглядывает в общем мне не нравится как она проглядывает мне больше нравится когда вот я прячу иголочкой да это конечно долго ну что поделать зато нам же нужно что было красиво правильно поэтому потерпим меня делают смену цвета нити перебираюсь соединительными столбиками в арочку из-под одной воздушной петли 2 воздушных петли подъема столбик с накидом воздушная петля и теперь формируем уголок вяжем 3 столбика с двумя накидами сюда 1 2 3 2 воздушные петли и опять 3 столбика с двумя накидами в эту же под эту арочку из этой воздушной петли дальше воздушная петля 3 столбика с одним накидом следующую арочку из воздушной петли воздушная петля 3 столбика с одним накидом в арочку из под одной воздушной петли воздушная петля и дальше формируем опять уголок 3 столбика с двумя накидами из под арочки из одной воздушной петли и теперь мы будем соединяться соединяться принципе не важно с какой стороны главное чтобы вам было удобно и все в процессе вязание вот этого вот получается вот этого вот ряда да вот это вот рядом мы будем соединяться соединение мы будем производить вот в эти арочки из воздушных петель вот здесь вот у меня получается 4 арочки 2 на уголочках да даже не 4 а 5 2 на уголочках и 3 между столбиками группами из столбиков да и вот сюда мы все будем цепляться вот таким вот образом прицепится сейчас пока сейчас покажу как я это делаю значит теперь нам нужно связать две воздушные петли одну воздушную петлю делаем прикладываем изнанка к изнанке да и вводим крючок в арочку вынимаем ниточку с под арочки и провязываем получилось у нас соединение сейчас покажу какое потому что немножко неудобно и непонятно дальше продолжаем вязать то что мы должны вязать а именно три столбика с двумя накидами в эту же арочку из воздушной петли вот мы связали вот такое у нас получилось соединение теперь нам нужно соединиться вот сюда соединяемся точно так же как и здесь вместо воздушной петли мы делаем при соединении вот вводим крючок в эту арочку вынимаем петельку провязываем их вместе следующее соединение и вяжем по как положено группу из 3 воздушных из 3 столбиков с одним накидом из-под арочки из воздушной петли дальше нам нужно опять связать воздушную петлю но мы не воздушную петлю вяжем а делаем присоединение в следующую вот арочку до вводим крючок вытаскиваем петельку и провязываем их вместе ой сейчас секунду тут у меня запуталась сейчас я исправлю так вот ввели вытащили провязали получил соединение вот мы уже три раза соединились дальше у нас положено вязать три столбика с одним накидом из этой арочки следующий арочки из воздушной петли вот мы их вяжем эти три столбика дальше нам нужно связать воздушную петлю мы не воздушную петлю вяжем а присоединяемся с помощью так вот теперь мы делаем уголок две группы связали уголок уголок мы вяжем три столбика с двумя накидами здесь у нас между этими столбиками две воздушные петли и поэтому мы одну петлю связали а второй мы присоединились в уголок все ну как бы соответствует до уголок к уголку вот эта парочка с этой арочкой то есть вот это тут внимательно нужно быть иначе квадратики сместятся если неправильно сделать до или же вот если неправильно сделать вот так сморщится или ну в общем можно все смотреть чтобы все соответствовало вот в этом плане нужно быть внимательными чтобы арочка над арочкой было чтобы все соответствовало ну я считаю что пару раз попробуйте принцип поймете и это довольно таки не сложно и довязываем уголок три столбика с двумя накидами в эту же воздушную петлю дальше мы вяжем как мы вывязали этот ряд до конца встретимся в конце вот я довязала делаю воздушную петлю сюда нужно еще один столбик связать связала и теперь соединяюсь во вторую петлю подъема соединительным столбиком все ряд закончен можно отрезать ниточку прятать кончики и будет все хорошо вот такая вот у нас ленточка получилось вот связала 2 102 этих квадратика одинаковых рядом не хотела ничего страшного теперь я покажу как соединять квадратики крючком и как соединять иглой то есть это один метод тут все ясно и понятно но бывает так что вот к примеру вот такие вот бабушкины квадраты тут арочки вот только вот в уголочках и как-то даже вот у меня когда я вязала такими вот квадратиками случился ступор как же мне их собрать вместе если соединить только в арочки да а вот посредине как быть и я пришла к выводу что я их собрала уже после того как связала я их шила крючком в принципе их можно было бы обвязать вот такими вот как бы группками да с воздушной петлей и собрать ну я не захотела я захотела более плотную потому что я плотные эти квадратики вязала поэтому я их шила крючком как я сшивала сшивала также как и сшивают обычные изделия да то есть сложила их лицо к лицу присоединилась ниточкой вот допустим я хочу сшить вот это ребро да вот в эту арочку я ввела крючочек присоединилась ниточкой взяла ниточку присоединилась и теперь начала сшивать здесь в петельку и соответствующую петельку я нашла здесь вела крючок ниточку вытащила и вот так и сшиваю можно сшивать вот я за 2 полу петельки сшивала можно сшивать за одну полупетлю допустим крайнюю до соответствующая вот она да за вот эту полупетлю можно примеру сшивать можно сшивать за вот эту дальнюю полупетлю то есть тут все зависит от вашей фантазии как вам хочется какой шов хочется получить это все будут немножко разные швы но мне нравится вот именно вот за две полу петельки когда подхватываешь и сшиваешь вот соответствующие в том квадратики не спеша внимательно чтобы а также эти квадратики не сместились чтобы все было ровненько чтобы не сжались все аккуратно потихоньку не стягивая потому что если стянуть тоже будут швы эти стянуты тоже будет некрасиво вот так вот сшивала я каждый квадратик но тут конечно каждая сторона сшивается отдельно и получился вот такой шов вот я тут меняла метода вот такой шовчик получился можно сшивать контрастной ниточкой можно сшивать цвет в цвет вот такой шов ну а теперь как сшивать иглой сейчас покажу сейчас это закреплю вот так и еще один у меня есть квадратик сейчас мы сошьем этой иголочкой и сравним как она выглядит да я беру иголочку деваю ниточку нитку можете взять как в цвет так контрастную как вам хочется я просто беру контрастную чтобы это было лучше видно и вот буду я с этого уголочка сшивать сшивать я буду значит иголочку я буду вставлять в срединку вот этой вот косички да вот у нас есть косичка и вот такие вот как срединки этих колодка лосочков или как петелечек да вот я буду в одну вставлять а во вторую выводить вот я вот сюда вставила сюда вывела на самом деле не важно с какой стороны вы начинаете будь то с этой будь то с этой мне просто с этой удобнее я так и начала здесь аналогичная то есть вот петелечка такая же которая соответствует я тоже вставляю и вывожу соответствует потому что чтобы опять же повторюсь квадратики не сместились потому что когда они сместятся это будет некрасиво дальше я отсюда вот вывела сюда ввожу и вывожу в следующую петельку вот теперь с этой стороны вот так вот зигзагообразными шагами иглы вот я сшиваю вот так вот не спеша потихоньку внимательно чтобы не стянуть потому что иглой можно стянуть чтобы не стянуть потому что если стянуто будет квадратики съежатся будут некрасивые а нам нужно чтобы было все красиво аккуратно и вот таким вот образом мы шьем до конца иглой может быть не очень быстро но как вариант потому что бывает что игла вот именно самый лучший метод в каком-то случае до в определенном то есть смотря какой результат вы хотите получить вот это все как бы эти методы и существует и это я знаю только столько методов но это я не говорю о том что это три метода и все нет я думаю что есть еще другие методы просто я них не знаю вот так вот вот и вот даже ли мы этот как бы до конца проверяем чтобы не стянуто и и теперь сравниваем какой метод больше вам нравится какой метод больше подходит для какой-то определенной цели вот я сшила иглой так смотрится на лице вот так смотрится на изнанке крючок здесь более грубый шоу получается здесь шов не такой грубый и вот так смотрится как соединять в процессе вязания это уже такой ажурный он более такой изящный да здесь более фокус вернись а здесь более плотный метод вот такие вот методы какой нравится вам больше это вам выбирать ну если вам было мое видео интересно если мое видео было полезно ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал будем вязать много всего интересного и необычного и увидимся с вами в следующих видео всем пока